В заснеженной дороге часовые заторы пока без Бионорда, точнее его новой замены. Только сегодня в Красноярск начались поставки нового реагента для обработки дорог. Но применить его смогут лишь к концу месяца. Оказалось, что к привезенному из Перми противогололедному материалу нужна экспертиза ученых Сибирского федерального университета. Уже вторая. Прошлую проводили около месяца назад, и тогда специалисты заявили, что реагент отвечает всем требованиям города. Новый начнут проводить уже завтра, и только после заключения специалистов его смогут применять на дорогах города. А пока улицы, по словам городских властей, посыпают смесью из песка и соли, а на особо опасных участках, например, мостах, для лучшего сцепления с дорогой к ней добавляют щебень. Сейчас, говорят коммунальщики, необходимости использовать реагент якобы нет. Главная задача убирать снег с дорог. Для этого на улицы Красноярска ежедневно выходит больше 200 единиц техники и столько же дорожных рабочих. В соцсетях мнение красноярцев разделилось. Одни отметили, что на дорогах стало чище, машина и обувь дольше остаются в порядке, а другие жалуются на слишком скользкую и заснеженную проезжую часть. Мы получаем обратную связь. Смотрите, ситуация такая. Ничем не посыпать мы не можем. Будет еще более скользко. Посыпать чем-то другим. Во-первых, нового материала у нас пока еще мы с ним не работаем, мы ждем результатов. Более других материалов просто не существует в природе. То есть вот песчано-соляная смесь, будет другая ситуация, будут результаты исследований, будет другая погода, начнем применять противогонный материал новый. Итак, новый реагент появится на улицах города только в конце декабря. Красноярцы отмечают ситуацию на дорогах. Красноярска обостряется в последнюю неделю. Горожанам часами приходится стоять в пробках. В утренний час пик, а это с 8 до 9 утра, пробки 6 баллов, а некоторые районы города практически парализованы. К ним относятся улицы партизана Железняка, Красноярский рабочий, 2-я Брянская. Самым свободным в час пик остается Кировский район. В центре мониторинга за дорожными сетями объясняют, в прошлом году пробки были значительно больше. Сейчас среднее значение для города 5 баллов утром и 7 вечером, а связано это с декабрьской предновогодней суетой. В последнюю неделю года ожидаются заторы до 9 баллов. Это все объясняется тем, что у нас начинается предновогоднее приготовление к праздникам. И люди чаще ездят в магазины, на какие-то торговые базы. У нас же приезжают люди еще и из пригорода, из более дальних районов края, именно сделать свои покупки. И, как правило, приезжают начиная где-то уже с утра.